Изжога. Или гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Или рефлюкс, по-другому сокращенно. Суть её в том, что из желудка в пищевод забрасывается его содержимое. При этом наблюдаются характерные неприятные ощущения от жжения и кома в горле, как будто пища застревает до ожога пищевода. И в редких случаях возникает рак пищевода от таких повреждений. Суть заболевания в следующем. Пищевод – это трубка. У неё есть сфинктер между желудком и пищеводом. Он отделяет кислую среду желудка от нейтральной среды пищевода. Мышцы, окружающие пищевод, способствуют продвижению пищи и слюны в желудок. Если нижний сфинктер пищевода неплотно перекрывается, а это бывает при наличии грыжи этой мышцы сфинктера пищевода, то тогда содержимое желудка поступает в пищевод и даже полость рта. Содержимое желудка вызывает воспаление и изъязвление пищевода. Нежный эпителий пищевода повреждается. И если такие повреждения происходят постоянно, а это есть, по сути, химические ожоги, то такие повреждения перерождаются рано или поздно в рак. И потому, у кого есть изжога постоянная и хроническая, нужно обратить особое внимание, не быть безразличным к данной проблеме. Отчего же бывает такая проблема с этим сфинктером? Во-первых, если есть анатомические особенности строения, то есть грыжа мышцы сфинктера пищевода. Проверить это можно и нужно, чтобы убедиться, нет ли такого подобного органического изменения у вас и нет ли высокой степени повреждения пищевода. А при длительных изжогах такие повреждения, разумеется, есть. И потому в данном случае я советую пройти эзофагогастроскопию. Опытный врач-гастроэнтеролог может назначить и другие обследования, например, измерить давление сфинктера, а это проверяется с помощью специального манометра, замерить PH пищевода. В определенных случаях берется биопсия при подозрениях на онкологию, но это уже определит врач опытный после первых начальных исследований. К сожалению, при появлении такой проблемы, как изжога, врачи часто не лечат ее, не хотят разобраться в причинах, а только говорят пить, ну что-то типа альмогелия и так далее, как будто от этого что-то изменится, и причина заболевания уйдет. Итак, каковы же еще причины изжоги? Ведь надо понять, что вызывает эту самую изжогу. Так вот, если, во-первых, я объяснил, что это может быть органическое изменение, то, во-вторых, если не брать эти анатомические особенности, то причинами изжоги могут быть. Во-первых, прием аспирина и аналогов, которые разжижают кровь, эти препараты раздражают стенки желудка и вызывают изжогу. Например, вызывают изжогу и такие вещества, как нестероидные противовоспалительные препараты, гормональные, антидепрессанты и прочие. К примеру, применение блокаторов кальциевых каналов. Запомните, всегда надо читать аннотации к тому, что вы принимаете, даже если это что-то назначил вам лечащий врач. Второе. Привычка есть часто и понемногу. Да-да, это не хорошо, а очень плохо. Тогда желудочного сока вырабатывается много, больше, чем требуется. А это переизбыток кислоты в желудке. Третья причина. Это многие закисляющие продукты. Во-первых, это кофе. Очень закисляющий продукт. Это чай особенно крепкий. Я не говорю о иван-чае и других травяных отварах. Томаты, помидоры. Сильно закисляющий продукт. Мясо. Вообще высокомолекулярные животные белки любые закисляют. Очень вредны. Еда в сухомятку. Спешка в еде. Всегда пищу нужно долго пережевывать. И, конечно, в идеале учесть то, что я рассказывал в своем видео. Раздельное питание. Посмотрите его потом непременно. Также перед едой я советую рассасывать кокосовое масло или масло облепихи. По чайной 2-3 чайные ложечки. Четвертая причина. Это может быть беременность. Ну, бывает при беременности повышенный прогестерон. И иногда он вызывает изжогу. Пятая причина. Это бактерии Helicobacter. Вообще, в основе, ну, 70, а то и 80% всех изжог изначально это бактерии Helicobacter. Провериться на них будет не лишним. Шестой пункт. Вы едите много соленой еды. А соль содержит натрий. И это приводит к дополнительному закислению. Возможно, вы пьете закисляющие газированные напитки. Алкоголь, курение. Это очень мощные провоцирующие изжогу. И язвы. И другие проблемы-факторы. Если вы пьете мало воды, это тоже провоцирующий фактор. Если вы едите лежа и едите на ночь, это очень плохо. И это вызывает изжогу. Седьмой пункт. Вызывают изжогу также хронический панкреатит и холецистит. Непременно посмотрите потом мое видео. Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. Ну и восьмой пункт. Редкий, но бывает и такой, что некоторые упражнения в йоге тоже вызывают изжогу. Ну а теперь мои советы. Во-первых, нужно учесть то, что я говорил только что выше. Я советую и очень часто помогает в этой проблеме грибчага. Настой. Посмотрите мое видео грибчага. И если захотите, качественный препарат, измельченный грибчага, есть у нас на нашем сайте надгар.ру. Как правильно применять этот препарат, смотрите в описании под товаром. Также я советую не закислять излишне свой организм. Посмотрите мое видео закисления и ощелачивания. Я советую перейти на веганское сыроедение хотя бы временно, хотя бы месяца на два. И вы заметите улучшение. Еда на ночь недопустимо категорически. Посмотрите мое видео, почему нельзя есть после 16.00. Раздельное питание. Интервальное питание. Это идеальный вариант. Чтобы не допустить ошибок, посмотрите мое видео интервальное питание или интервальное голодание. Калории. Почему нельзя есть после 16.00? Раздельное питание. После еды нельзя ложиться категорически. Есть лёжа недопустимо. Помните, дорогие товарищи, что PH желудка должна быть 1-3. Для правильного переваривания белковой пищи и для дезинфекции пищи и того, что попадает к нам с пищей в организм. То есть попадающих с пищей микробов, бактерий и других чужеродных агентов. Нужно сбросить лишний вес, если он у вас есть. Кстати, лишний вес ожирения это очень сильный провоцирующий изжогу фактор. Иногда, и если у вас нет органических изменений, вам может помочь даже сода. Посмотрите мое видео сода. И от пол чайной ложечки до одной чайной ложечки на стакан тёплой воды перед едой минут за 10-15 можно попробовать улучшить состояние. И убрать изжогу иногда это получается. Но не у всех, потому что важны причины, которые к этому привели, понимаете? А причины я указал выше. К тому же, напротив, перед самим приёмом еды, в идеале-то нужно пить как раз яблочный уксус. Как я говорил во многих своих предыдущих лекциях. И, собственно говоря, я поясню это подробнее в моём видео. Отрыжка. Дело в том, что причины отрыжек несколько иные. Там есть свои особенности. Это тоже связано с кислотностью желудочного сока и с некоторыми нюансами. Ну и напоследок скажу следующее. Если у вас всё-таки есть грыжа пищевода, вот это органическое изменение, и ничего из приведённых мною рекомендаций, да вообще любых рекомендаций вам не помогает, и изжога у вас всё-таки есть, она постоянно, то тогда придётся принимать ингибиторы протонного насоса. Постоянно применять. Но об этом говорить пока преждевременно. И если такая ситуация у вас будет, то вам тогда всё пояснит опытный гастроэнтеролог, которому в любом случае вам для обследования идти придётся. Если у вас есть хеликобактер, непременно лечите его. Вот моё видео о хеликобактер. Там указано о том, как натуральными средствами можно излечиться, убрать из организма хеликобактер. Ну и сейчас завершение буквально на две минуты. Реклама от меня моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры, ну ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте, уважаемые зрители, всем, кому дорого своё здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Всё это налажено, обо всём сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл ещё один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на моё видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну где вы живёте и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на всё это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.